Итак, ты девятый ТХ, и так ты на клановой войне, война в самом разгаре, против тебя фуловые девятки, и упасть в грязь лицом, мягко говоря, не хочется. Что поможет в таком случае? Конечно же поможет сильный и эффективный микс, а лучше чтобы такой микс был не один. Всем привет, с вами Токсик, и сегодня покажу вам пару миксов, которыми смело можно атаковать самые сильные девятые ратуши. Ну и начнем мы с безумного микса, который я обещал испытать на клановой войне, которым атаковал в предыдущих видосах по девятой ратуше. На ваших экранах мой ТХ9, а вот тот самый безумный микс. Основной состав армии 16 валькирий, 4 хилочки по банкам, 3 рейджа, 1 хил. В крепости клана, ух, люблю я их, беру электродракона. Перед тем, как отправимся в первую атаку, забустим героев, чтобы к следующей атаке они возродились быстрее. А вот и та самая клановая война, которую мы стартанули в клане Днепр ЧМ. Буквально пару дней назад тут не было ни души, кроме аккаунта моего 9 ТХ, а теперь здесь 48 участников. Ну и некоторые из них соизволили пойти на первую клановую войну. Ну, короче, два верхних ТХ9 сегодня будем пытаться закрывать. Ну и начнем мы с восьмого номера. Это наша первая жертва, наш первый оппонент и вот такой вот ТХ9. Как мне кажется, безумный микс тут способен наделать делов. Он тут неплохо должен зайти. Не буду вас томить в ожидании. Сразу же, вот прям сразу же отправляемся в атаку. Итак, откуда начнем свои действия? Начнем мы свои действия снизу. Хочу заняться тем, что попробую выманить крепость клана. И если таковая присутствует, а это клановая война, должна тут присутствовать крепость клана, естественно. Если таковая присутствует, мы ее с предзахода вот так вот уничтожим. Итак, почистили немного территорию и, как мне кажется, никакой Теслы там нету. И можно спокойненько, после уничтожения этой башни лучниц, вот этой вот двойной пушечки, выманить КК. Запускаю Хога и выходит действительно крепость клана. Что делаем? Скидываем, конечно же, баночку поездно. Кстати, достаточно жирная крепость клана, не типичный шарик плюс дракон, а целая Валькирия. Поэтому, ну, Квине будет немножечко больно, немножечко неприятно. Может будет покалывать в некоторых неприятных зонах. Но, во всяком случае, Квина сейчас с этим всем делом разберется. И уходит она вроде бы как налево. Хорошо, отлично и, мягко говоря, неплохо. Запускаю шаров, чтобы разминировать территорию на наличие черных бомб и запускаю сверху также электродракона. Итак, почищать территорию, наверное, будем еще с помощью кинга, но это не точно. Ну и тут я запущу рейдж для того, чтобы электродракон разобрался с ПВОшкой. Подфрижу ПВОшку, чтобы она не дамажила лишний раз электродракона. Ну и Валькирию уже можно запускать, потому что абсолютно, абсолютно уже образована та самая дорога, тот самый коридор, про который я говорю в каждом видосе по этому миксу. Надо построить коридор для Валькирии. Коридор построен, коридор готов. Валькирии запускаются, к сожалению, электродракон не доживет до конца атаки. Блин, как я люблю этого юнита, просто я его обожаю. Хил рейдж в центр, Валькирии лечатся, Валькирии под рейджом разносят центральную секцию полностью. Как вы видите, Квинхилл полностью объединился по итогу с Валькириями. Еще один рейдж кидаю на выход Валькириям, правда, что-то их там не все разделились, девчонки, но это Валькирии. Они так периодически поступают не очень хорошо, разделяются уже в середине атаки. Конечно же, самое удачное стечение обстоятельств, если Валькирии до конца атаки все бегают в одном кулаке. Тогда вообще никаких проблем не будет, даже на секундочку не будете задумываться о том, что возьмете 3 звезды. Тут разделились Валькирии по итогу на 2 кучки и в результате некоторые из них, конечно же, не дожили, грубо говоря, до рассвета. Заболтался я чутка, не успел прожать героев для того, чтобы они быстрее возродились, поэтому к следующей атаке придется немного подождать респауна героев. Что имеем на данный момент? Первое треха, и как вы видите, действительно, микс на этой базе работает просто безотказно. Почему в начале видоса я говорил, что лучше иметь, конечно же, в вооружении несколько миксов, чем один единственный? Потому что есть те расстановки, где какой-то микс сработает хуже, и, соответственно, есть те расстановки, где какой-то микс сработает лучше. И вот тут я посчитал, что конкретно на этой расстановке, конкретно вот этот микс работает на все 100%. И, как видите, не прогадал. Конечно, чтобы оценивать вот так вот сходу ситуацию, какая база, какой микс лучше подойдет, это нужен какой-то опыт. И опыт, естественно, просто так не появится. Но даже без опыта этот микс крайне, крайне силен, так что берите на вооружение, ну и набирайтесь опыта. Итак, герои резнулись, время показать второй микс. Уже видите крепость клана, которая приходит ко мне в КК. Кстати, спасибо тому человеку, кто закинул КК, на запись его ник не попал. Но, может быть, ты сам себя вспомнишь, когда будешь смотреть видос. Спасибо большое за крепость клана. Второй микс, про который вы писали в комментариях под прошлыми видосами, ведьмы. Я решил исполнить сегодня ведьм через трех големов. Прям такой супер жирный матерый микс, который раньше стоил 5000 дарка. Сейчас я не посмотрю, сколько он стоит, потому что тут в остатке остался микс с валькириями за 1800. Но поверьте, сейчас микс с валькириями стоит гораздо дешевле. Тем более, что скидочка сейчас на голема действует, он всего за 140 капелюсик дарка продается. Короче, три голема, девять ведьм. По составу банок два рейджа решил взять. Тут единственное, что может быть, типа два джампа, хил рейдж, либо два хила рейдж, джамп. Короче, по-любому должен быть один хил, один рейдж, один джамп, а далее еще одну баночку там по желанию можно подкидывать. Ну и в крепости клана чуть ли не обязательный пункт это вышибалы. Потому что создают спам ведьмы и големы, создают спам, не убивают здания, а именно создают спам, создают стену, которая впитывает урон. А урон наносят герои плюс вышибалы. Короче, про микс, может быть, поговорим чутка позже. Давайте посмотрим на седьмой номер. Это топовый ТХ-9, который попался тут, в принципе, на клановой войне. Лучше этого ТХ-9 ничего нет и сильнее. Вот такой вот ТХ-9. Немного смущает меня вот эта расстановка. Я очень не люблю такие базы, которые какими-то там спиралями закручены, какие-то многослойные. Вот не люблю такие базы. Но вроде как практика показывает, что ведьмы такие базы берут вот так вот. Сейчас будем проверять этот миф. И единственное, что еще мне тут не нравится, это вот расположение крепости клана. Вот откуда выманится КК, в принципе, будет сильно влиять на атаку. В остальном расстановка как расстановка. Ладно, герои, как я и сказал, арестнулись. Погнали в боёку. Чем вообще микс из ведьм славится? Это тем, что когда ты используешь микс из ведьм, лучше будет, если ты просто отключишь мозг и поплывешь по течению. Именно этим мы сейчас и займемся. Мы отключим мозг и поплывем по течению. Что надо делать, чтобы плыть по течению? Правильно, надо скинуть трех големов. Надо скинуть сзади. Ведьм красивенько. Возможно, подкинуть где-то по паричке визардов. И потом пойти в центр. Пойти в центр чем? Тем, что осталось. Не добежали у меня бомберы. Ну ничего страшного. Есть джамп. Закидываем вышибал. Закидываем героев. И начинаем выжигать крепость клана. Пойзан я, пожалуй, придержу. У меня два рейджа, поэтому на вход я сразу же засылаю один из рейджей. И далее в центр я буду подкидывать хил. Как только увижу, что там моим юнитам как-то не по себе и они начинают получать урон. Где-то вот сейчас я подкидываю еще один хил и еще один рейдж. Герои были с противоположной стороны. Я это знал. Но чтобы атака в самом начале не пошла куда-то не туда. Чтобы она пошла куда-то не туда. Я решил не атаковать со стороны героев. И решил дождаться момента, когда в конце уже юниты, оставшиеся в атаке, дойдут до этих героев. Я кину туда баночку поизона. И квина отъедет в мир иной. Естественно, квина вражеская. Наша будет жить. Наша будет выбивать здание дефа под способностью. Причем, смотрите, три. Три здания дефа оформляют квина за использование способности. Возможно, немного стумбурно все это дело происходило. Точнее, не это дело, а мое комментирование. Потому что, хоть это и ведьмы, и атаки ведьмами достаточно размеренные обычно бывают. Тут все-таки два рейджа было. И достаточно много событий на единицу времени произошло. Зацените, до конца атаки было еще целых полторы минуты. Атака через ведьм и такая быстрая атака. Наверное, это все-таки связано с тем, что у меня в миксе было два рейджа. И очень хорошо я их прокинул. И чуть ли не 60% базы под рейджом раскидали вот именно центральные юниты. Можно даже, наверное, повторчик пересмотреть, чтобы понять, что произошло. Но, во всяком случае, я думаю, результат вы видите действительно. Мозг отключаешь. Плывешь по течению. Все, что надо сделать. Три голема скинул. Ведьм скинул. Главное не ошибиться с баночками. Главное выбрать все-таки правильную сторону для атаки. Давайте все-таки поясню за героев. Наверное, все-таки не совсем адекватно звучало мое объяснение первоначальное. Зацените, где стоят герои. Герои стоят на этой расстановке с уголка. Вот представьте на секундочку, что я начинаю раскидывать своих юнитов с какой-то из этих сторон. Либо слева, либо справа. Опять-таки, одна из тонкостей. Ведьмами лучше ведьм и големов кидать на плоскую сторону. Не с уголка атаковать, а именно на плоскую сторону. Поэтому, если у нас есть такая аксиома, что надо идти с плоской стороны, мы атакуем либо слева, либо справа. А тут эти герои стоят, блин. Конкретно вот с этого уголка. Я скидываю големов, я скидываю ведьм, я скидываю синяков и героев с центра. Но, блин, герои, они приманивают. Они, черт побери, приманивают юнитов. И вот представьте, у меня микс весь смещается куда-то либо влево, либо вправо. В зависимости от того, в какую сторону я бы выбрал атаковать. И герои бы мне тут очень сильно вражеские помешали. Просто направили бы мой микс не туда, куда мне надо. Именно поэтому я решил оставить этих героев на десерт. Приберег для них баночку этого фриза. Если что, можно взять баночку поясина, тоже неплохой вариант. Я больше люблю фриз, потому что можно и какие-то здания дефа подморозить ненужные. Можно и крепость клана, которая там что-то там не по плану начала действовать, приморозить. Короче, хорошая баночка, которая помогает загладить какие-то неожиданные моменты в атаке. Поэтому я атакую с этой стороны. Скидываю големов, скидываю ведьм. Как видите, первый забор был неудачно подорван бомберами. Бомберы там отъехали не зная от чего. Может мортира, может еще что. Ну ничего, кидаю сразу джамп на вход. Благо расстановка позволяет это сделать. Это, кстати, если что, было просчитано еще до того, как атака начнется. Что будет такой момент, что возможно бомберы умрут, но ничего, у меня есть джамп. И нужные секции я себе открою. Если бы джамп надо было кинуть дальше, я бы просто убрал бы из микса парочку визардов. И добавил бы лишних бомберов. Чтобы был, если что, запасной вариант подорвать забор. Итак, короче, закидываю джамп, закидываю юнита в центр. И так как рейджа целых два в миксе, накидываю первый рейдж на вход. Чтобы уничтожить быстро крепость клана. И пока юниты все вместе в большом кулаке, на них кидаешь баночку, баночка показывает тебе наиболее эффективным способом. Короче, рейдж на вход пошел. Ну и далее, как я и говорил, жду, когда начнут получать звездюлей мои вышибалы. Вижу, что кто-то из вышибал начинает просаживаться по здоровью. Плюс центральная секция, плюс из центра уже можно хороший урон накидать. И в центре будут юниты достаточно долго. Кидаю туда баночку хила. И сразу же, чутка дальше, накидываю баночку рейджа. В результате, посмотрите, сколько под усилениями зданий дефа цепанули юниты. Очень много. Очень и очень много. И вот этот вот внутренний круг. Тут никакой джам второй не нужен был, ни в коем случае. Из этого круга очень классно, очень удобно расстреливаются все здания, которые во внешней секции находятся. В результате изи трешка за очень быстрое, за очень короткое, за очень короткое время. Ну а тут наступает честь видео, где я напоминаю вам ставить лайки и подписываться на канал. И вдвойне, ребят, ставьте лайки, если вам нравятся атаки в прямом эфире на клановой войне. Я супер давно уже этого не делал. Небольшое волнение, не скрою, было. Потому что давненько записывал атаки в прямом эфире на КВ. Если вам эта тема интересна, прожимайте лайки и отписывайтесь в комментариях. И, кстати, давайте тогда ключевая фраза, кто досмотрел видос до самого конца. Если досмотрели, пишите в комментах следующую фразу. Хотим видеть онлайн атаки на КВ. Так я буду знать, кто досматривает видосы до конца, кто мой бро. Ну и также буду знать, кому интересно вот эта тема с атаками в прямом эфире на клановой войне. Помню раньше, года два назад, когда записывал видосы, это чуть ли не любимая была тема у зрителей. Сейчас, не знаю, давно не записывал. Короче, вот такой вот видос. КВшка, кстати, в Непр ЧМ идет. Если будут интересные атаки и еще видос по КВ Непр ЧМ, увидите. Если интересных атак не будет, продолжите логическую цепочку. Напоминаю, сегодня будет стрим. Все заходите на стрим, прожимайте колокольчик, получайте уведомления, залетайте на прямые трансляции. Там интересно. С вами был Токсик. До скорых встреч. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok